Удовольствие талантливый, умнейший человек и совершенно скромный. Только ногу поставь, нормально, а то мы не попадем с тобой. Еще раз, мне носочек ставить или целую? Мне что нравится в этом жанре, потому что когда я на пятую точку приземляюсь, меня мои партнеры носят на руках, а я так люблю, когда мужчины носят на руках женщины. Здравствуйте, привет. Мои мальчики, мне нравится? Давайте сюда, разворачивайтесь. Подняли. Разворачивайтесь. Поехали. Ну давай, давай, стоишь, 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 вот так, отлично. Есть много общего, конечно, это трюки, это сальто, одно, два сальто, сальто вперед, сальто назад. Делаем. Леша, е-мое. В чем-то проще, потому что здесь мне помогают отталкиваться и меня ловят. В спортивной гимнастике за свои действия я отвечаю сама. Сложно, что я никогда этого не делала просто. Здесь я должна работать и доверять партнерам своим, поэтому для меня это как-то новое. Я доверяю, но проверяю всегда. Это вот тут два ложных беда этих ребра. Здесь разрешаются разные бусы, блестки, то, что в общем, в принципе, малопозволительно в спортивной гимнастике. Здесь существует спортивный азарт, спортивные состязания, и это очень-очень мне нравилось всегда. И я завелась, и я буду бороться до конца. Таких женщин, как Светлана Хоркина, не кидают. Их подкидывают по 15, а то и по 20 раз за номер. На арене короли акробатики и королева спортивной гимнастики Светлана Хоркина. Давайте пожелаем Свете удачи. Она нужна всем участникам нашего проекта. Да, все-таки два года. Это для гимна, для спорта и для цирка, в общем, довольно большой срок. Она нашла все бессилы и мужества вернуться. Два года Светлана Хоркина не тренировалась. Это было связано с тем, что Света подарила себе и нам наследника. Почему я сказал нам? Ну, поклонникам Светланы я имею в виду. Ну, может, он, когда вырастет, тоже станет звездой мирового уровня. И поэтому... Не может быть, а точно. Во всяком случае, я думаю, что все участники проекта помогут Светлане в том, чтобы ее сын достиг высот не меньше, чем их мама. Ну, вот, обратите внимание. Кажется, что, в общем-то, Света делает довольно привычные для нее вещи. Но разница, как мы с вами понимаем, в том, что, в отличие от одиночных выступлений в спортивной гимнастике, сейчас вокруг Светы уливаются трое сильных подготовленных мужчин. Здесь вся сложность состоит в том, что, когда она на спортивных снарядах, она балансирует сама и отличается сама за себя. А здесь это категорически невозможно, потому что, если она попытается как-то выровнять свое равновесие, то уже нижние партнеры, они ничего с ней не смогут сделать. Я могу сказать, что Света, безусловно, очень смелая девушка, потому что я убежден, что будет очень много разговоров и пересудов относительно того, что Светлана Лучшина подготовлена. Вот обратите внимание, именно таким же способом меня в свое время выгодили в комсомоле. Вы знаете, в репетиции они крутили три первых, а сейчас она закрутила четыре. Четыре? То есть на один больше? Да. Даже неожиданно для себя. Ну и, конечно, она актерская, очень хорошо справляется, просто отлично справляется. Ну, Света играла в театре, и, безусловно, она является одной из самых артистичных спортсменок. А сейчас уже, фактически, наверное, она уже является одной из самых спортивных актрис. Да, ну что так? Мужчины, конечно, не упускают возможности приезжаться к Свете, обнять ее. Это ее главный тренер, Сергей Гречушкин. Тоже, кстати, он был великолепным акробатом, артистом. И сейчас тренирует? А сейчас он тренирует, и за много лет первый раз вышел на манеж в этом номере. Ну, я думаю, что с удовольствием. Сергей Гречушкин, Александр Сидоров, Алексей Большаков, ну и, конечно, Светлана Коркина. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько ты не тренировалась после того, как ты, ну, какое-то время покинула спортивную гимнастику? Два года. Два года. Сколько лет твоему сыну? Год и семь. Год и семь. Была вполне уважительная причина, по которой ты не делал. Это я сказал лишь для того, чтобы ни у кого не возникло, спасибо за аплодисменты, ни у кого не возникло ощущение, что тебе слишком просто, и у тебя есть преимущество перед остальными участниками. Скажи, как тяжело было ли входить, вот привычная ли система тренировок здесь отличается ли это от спортивной гимнастики? Когда женщина рожает, она сама рождается заново. Поэтому можно сказать, я вообще родилась заново, и, в принципе, это первые шаги. В цирке, в спорте и так далее. Ну, хорошо, тогда спрошу у мужчин, уважаемые мужчины, как вы оцениваете физическую подготовку Светланы Хоркиной к номеру? Десятка. Двадцать. Тридцать, понятно, да, ну логика ясна. Хорошо, уважаемые члены жюри. Понимаете, я все-таки считаю, что гимнастика и цирк, они где-то рядышком. И поэтому для меня вот как бы удивление какое-то, что такое, вы сами говорили, что цирк это прежде всего удивление. Вот, ну как бы для меня особое удивление в том, что даже Светлана сделала два, по-моему, сперва, там кажется, для меня все равно это не было большим, как говорится, таким удивлением. Извините. Я думаю, что она в Клоунаде получит десятку. Вы нам тут обещания не давайте, знаете. Тем не менее, у Светланы Хоркиной 35 баллов, спасибо огромное. Молодец, это улучшение. Молодец. Ну, классно было, классно. В любом случае, я могу сказать, что у меня... Все, молодцы. Первый у меня так... Пошло, надел. Знаешь, я на гладком думал, что-то случится там, потому что ты так что-то стоял, думал идти, как бы не учить. Нормально все, молодцы, просто молодцы. Вертушку вообще сделала. Отработали меня. Ты за четыре сделала. Я четыре сделала. Четыре, четверную вертушку. Никто так не делал. В общем, я могу одну вещь сказать. Значит, Чур Ротман сказал, что он как бы не очень впечатлился сюда. Ну, да. Когда он работал, я тоже не очень впечатлился. Ну, справимся. Могу точно сказать, знаешь. Не, в любом случае, мы сделали без помарок, слава богу. Да, по-моему, отлично. Знаешь, а я там заигралась так, что... Я знаю, Голливуд позавидует. Дорогая Саша, ответь мне на прямо подставленный вопрос. Кто твой любимый участник на проекте? Естественно, помимо Сергея Лазарева. Женис.